Мы записали новый айбом, завтра релиз, это как бы совместка Мишка и Мишка Тейп, причем что не Микс, а Мишка Тейп. За Бапаха еще один проект для артиста Мелавин на песню Ты, уже зарелизировали, на самом деле очень хороший полет, всем нравится, да и мне вообще работа тоже нравится, очень прикольно получилась. Не, ну реально, она классно, пересматриваешь, очень все стильненько, ну короче, как задумывалась, так и получилось. Сегодня мы расскажем всякие моментики, вы будете смотреть бэкстейдж, а мы параллельно будем комментировать и рассказывать, как это все создавалось. Мариба на диване обычно заканчивается сексом, поэтому мы устали, как мы больше не будем. Мы просто занимаемся сексом. История такая, что это казино, все происходит в подпольном казино, где разворачивается история любви, но мы постарались все показать так не тревиально, вот. Много экшена, много карт, много денег. Постараться сделать такой мини-фильм, чтобы у всех и ностальгия вспомнилась по доброму кино, Леон Киллер. Киллер, Леон Киллер, 4 комнаты, классное американское кино, это может тоже не все. Куча была нюансов, начнем с локации. Так это все происходит в казино. Все, что вы видите, это не казино. Мы не смогли на эти казино, потому что что они, в Украине все. Ну, это не легально, как бы, а Тарик свою яхту, если она сразу предоставит, то пока. И все казино закрыты, запрещены, и их, в принципе, нет. Были пару вариантов, нам скидывали, не знаю, можно. Ну и, честно говоря, вот, чисто и по интерьеру, мне она не очень прям нравилась, потому что... Ну, это какая-то скрытность. Да, да, да. У нас, получается, такая тайная комната, где собралась элита, там, спустить деньги, получить какие-то эмоции, там, вот. А если бы мы снимали это в огромном зале, освещенном, где, ну, еще помимо нас, там были бы какие-то, типа, столы, ну, куча пространства. Потом нам еще какие-то варианты сбрасывать идти поменьше, я помню, они тоже были не очень. И, собственно говоря, мы столкнулись с тем, что у нас нет основной локации. Мы подумали, что изойдутся какие-то конференц-залы в отелях, но это очень большое, опять же, пространство. Терялось ощущение, вот, то, что Мит только что рассказывал. И, опять же, и ценники очень большие, ну, как бы, в общем, не срасталось у нас. И мы натолкнулись на такую локацию, как шоколадный домик. У нас просто сказал, вот, там было бы классно стоять, а здесь сделало что-то. Да, у меня была, я помнил эту локацию, как бы, она у меня была, и она мне спала. Я думаю, блин, может, мы ее оборудуем? Я говорю, Мит, давай это, ну, наверное, разруливает вот таким образом. Ну, и, собственно, Мит направо договорился. У них, конечно, тоже было куча своих нюансов, там, так как это госструктура. Но мы побороли... В проектовом квартале. Да, в проектовом квартале. У нас там с датами, с ними все никак не срасталось, там, когда мы могли, а не могли. И наоборот. Но мы побороли это. Нашли, в конечном итоге, эти столы для покера, они сдаются в аренду. Собрали еще реквизит в стиль. Ну, и там локация, конечно, бомба. То есть она... Основной референс, как бы, по самой локации у меня был... Джеймс Бонд... Казино Реальд. Казино Реальд. Да, у нас чуть по-другому, как бы, потому что у нас там другие тона. Но атмосфера вообще один в один и даже круче. Там было несколько залов. Мы использовали для казино красный зал. Потому что по цвету, вот вы видите, красный стол, красные стены. То есть у нас превалируют темно-красный, там, бордовый и золотистый, желтый и черный. Очень важно был ковер, потому что вот единственная проблема этого зала, который... Который мы выбрали, этот красный, это то, что пол там лежит в линоле. Не разрешали его снять. И надо было его как-то перекрыть. И мы долго искали, мы хотели круглый, но потом обидский делает ковер своей бабушке. Там очень солидные ковры. Не знаете, как старые бабушки были такие? Матерые бабушки были ковры, такие персидские. Которые знают вот казино. Пятый сих пор, бабушки. Мы сразу взяли этот ковер, и вот есть кадры, где карта на ковре. Это вот на ковре. Спасибо обиду, мы реализовали эту нереальную задачу. Бабушка, бабушка. Вообще мы планировали снимать два дня. Но не получилось снимать два дня. И мы всё всунули в один день. Сколько у нас всё? Меча, два часа, секунды. Вторая наша локация, это была квартира. Где наши герои там вот проводят всё своё время. Где они считают деньги. То есть сцена с пистолетом. Где они танцуют, обнимаются. Это было возле блоузера, в студии. Мы тоже, кстати, долго мучились, потому что мы хотели отельный номер. Но всё как-то опять же по логистике у нас не совпадало. И мы остановились на студии. Хотя я очень этого не хотел, честно признаюсь. Потому что боялся, что это будет видно, что это будет студия. Но опять же, мы как-то так это всё обыграли. Что получилось очень-очень круто. Мне хочется вверить в то, что там не считается, что это студия. Ну там тоже такие железные штучки. Ну там не считается. И то, что мы работали с таким очень небольшим пространством. То есть мы всячески его там обыграли, переигрывали. Тарик, так сказать, держа в руках замечательный смячок. Евгений Кирей. По имени Евгений Кирей. Они там играли с этими кадрами и ловили очень крутые моменты. Там даже такой момент был, когда Жека поставил камеру. То есть там что-то или меняли объектив, или ещё что-то. И Мэл, главные героини, они стояли так под стерочкой. Там была какая-то флюшечка. И там снизу этот лозон. И Тарик просто сидел сходить. Мне тоже говорили, о, так надо снять, так надо снять. Спарились. В общем, было очень много моментов. Когда вот у вас случился один угол. И ребята там вот поливали, снимали, переснимали. Даже какой-то момент у нас карты закончили. Там ребята, кто вошли в кураж на двадцать в каком-то часе начали. Вот поливали, снимали. Все там жизни, эмоции, короче. Ну ещё отдельно нужно сказать про массовку. Про актёра второго плана. Он напряган был крутой кастинг. То есть, в принципе, все герои, которые его видели, мы их тщательно отпирали, тщательно одевали. Хотя по одежде нельзя сказать, что там что-то вроде как-то, как сложно, но это так кажется. Там вымеренные костюмчики. Все они в стиле. Это не просто какие-то там заровские костюмы. Мы хотели, чтобы это было... Ну, чтобы мы хотя бы знали, что это всё очень статусно. Потому что хотелось максимально передать эту атмосферу. И всё было окей. Мы смонтировали, покрасили. Ну, довольно... Ну, монтаж вообще пришёл там пару правил. Вот. Сделали пост. То есть, летящие карты у нас есть в кадре. Можно, кстати, представить этот кадр. Вот эти штуки, которые снимаются. Там были верёвочки, которые потом всё это стиралось на постпродакшене. Всё круто. Просмотров там почему-то мало. Но, сука, мелавинаторы мне пишут в Инстаграм. У нас до сих пор так более подписываются. И активность, конечно, фан-фанатов и его зрителей Мэллоуина очень сильная. На кануне съёмок вообще, когда мы только разрабатывали сценарий, мы сидели в офисе, играла песня «Ты» где-то на фоне. Да. Мы обсуждали, то есть мы сняли сториз, в котором, в принципе, абсолютно ни хера не понятно. Всё же его фанаты там за пару недель до съёмок услышали, увидели эти сториз, написали им Мэллоуину. Нас позвонили и попросили, ребята, не выкладывайте, пожалуйста. Ну как, ребята, приехали, приехали. Да, да. Да, такое правда было. И мы офигели от того, насколько за нами следят их фанаты. Непонятно вообще, как они нас узнали. Да. Всё, я пошёл постить скриншот из клипа и вам советую. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok